здравствуйте уважаемые друзья как всегда на основе лососевых мушек такого варианта или же вот такого или вот такого показывать можно до бесконечности можно изготовить хорошую мушку стример для поимки хищной рыбы в том числе и щуки я хочу предложить вашему вниманию основываясь на базовых элементах лососевой мушки изготовить стример который хорошо ловит щуку берем обыкновенный крючок в данный момент это у меня единичка я подогнул колечко вверх чтобы как-то напоминало нам лососевый крючок хотя если хотите можете не подъебать и добавил немножечко свинца так как этот стример будет использоваться не только нахлыстом но и ультралайтом и немножко промотаем свинцом стараемся даже не подравнивать не выравнивать дабы так обозначить место крепления самого свинца оставляем там где у нас свинец закончился в качестве хвостика можно использовать любое подходящее перо вплоть до того что может использоваться и петушинное перо но у меня имеется вот такие кусочки перьев которые вроде бы и жалко выбрасывать а с другой стороны они довольно таки хорошо выполняет свою функцию нашего хвостика отрезаю ненужную часть подвожу под наш загиб и здесь еще мы с вами забыли нам необходимо выполнить обмотку нашим люрексом я беру как обычно пленку ту которая как всегда обматываю тело и с помощью вот такой обыкновенной фольги упаковочной мы с вами сейчас изготовим закроем загиб сделаем красивым закрепили нашу пленку промотали до уровня как вы видите нашей бородки и вернем большими вот такими шагами чтобы нам она не мешала на место крепления пленки нанесем немножечко клея промажем наш загиб и буквально два три миллиметра впереди загиба я наклоню для себя как мне удобно тиски и выполняем буквально в сторону по загибу пару оборотов и этим же люрексом то есть пленкой возвращаемся обратно там где мы крепили с вами наш люрекс возвращаем крючок в удобное для нас положение возвращаем нашу нить на место крепления она как раз у нас и вернулась там где начинается жало приподомаем вверх нашу фольгу и в натяжку закрепим остатки отрезаем теперь обычно можно использовать оставить в таком варианте как есть у нас вот фольга но я беру красный фломастер и красным фломастером прокрашиваю нашу пленку по вашей просьбе как вы говорили из тех материалов которые можно подобрать дома изготовить мушку чтобы выглядела поэстетически красиво как лососевая но тоже время ловила нашу хищную рыбу годится и теперь уже мы приступаем к нашему хвостику вот я его отрезал теперь аккуратненько складывая так чтобы у меня бородки не заламывались и образовали веер который подымается у меня вверх вот приблизительно вот так если они будут расходиться это не страшно и стараемся в одном месте парочка петелек подхватить его посмотрели стоит симпатично нас устраивает если есть в этом необходимость можно вот так наш хвостик еще дополнительно приподнять вот так остатки пока отрезаем для сегментировать для укрепления тела которое мы будем наматывать я беру как обычно проволоку нихром которая идет на изготовление спиралей в электропечках можно использовать и медную проволоку и леску это вот все то что у вас будет как говорится под руками уводим стороночку нанесем капельку клея на место крепления так как щука будет у нас серьезный соперник желательно мушку делать крепкой теперь переходим к другому варианту можно изготавливать тело как из вот такой синтетической тесьмы также можно изготавливать из дабинга значит какой вариант вы для себя выберите это как вам будет удобно я допустим могу предпочитаю использовать вот такую тесьму потому что она сама по себе уже достаточно крепкая и очень хорошо зарекомендовала себя в щучьих зубах крепить я буду по всей длине поэтому я оставляю тот кусочек которым я буду обматывать свое тело подхватил и теперь сперва большими вот такими витками а потом я возвращаюсь подхватываю свою тесьму нам необходимо теперь потратить немножко времени и нашей нитки для того чтобы мы теперь белой ниткой закрыли свинец так как при намокании у нас будет он проявляться совсем совсем немножечко потратим на это время и сделаем здесь парочку накидных узелков или же один завершающий теперь промазываю хорошо клеем со всех сторон гелевым и аккуратно теперь начинаю выполнять обмотку в какую сторону вы выберите для себя сами единственное это мы не забываем подкручивать нашу тесьму чтобы она у нас не распускалась цвет тела можно использовать практически любой хорошо и черный хорошо и зеленый и оливковый то есть практически все цвета щука у нас любит чтобы это все было достаточно ярким и вызывающим но на эту мушку также реагирует и судак и жерех поэтому спокойно можно рыбачить и на эту рыбку теперь нам необходим с вами выполнить обмотку по телу я подготовил вот такое перышко шартрес можно использовать если у вас имеется желтое перо потому что при сочетании вот оливковый шартрес желтый довольно таки хорошо реагирует хищник нет намотайте черным подготовили перо и закрепим его сразу здесь замочком подогнули край пера и теперь выполним буквально один два оборота у места крепления и ровными шагами начинаем двигаться теперь как в улебаггер движемся теперь к хвостику до самого-самого хвостика я оставляю вот так перодержатель он мне не мешает висеть беру теперь нашу проволочку и у хвостика я выполняю один полный оборот и потом аккуратно раздвигаем вот так все волоски движемся теперь к колечку стараемся не приминать дошли до места крепления пера здесь выполним один два сколько вы захотите оборотов и окончательно уже эту нашу проволочку мы здесь закрепим у нашего колечка проволоку я обычно не откусываю а стараюсь ее обламывать тогда край у нас получается не такой острый и он не режет у нас нить проволока обламывается достаточно хорошо вот у нас вышло такое симпатичное тело эту часть можно оторвать а можно и оставить пера на ваше усмотрение которое у хвостика теперь нам необходимо с вами здесь для придания большей красоты еще сделать пару тройку оборотов вот я подготовил такое хорошее оранжевое перо буквально парочка оборотов дабы мы с вами сымитировали как бы жаберки или плавнички нашего малька вот как раз два полных оборота будет вполне достаточно закрепим перо остатки отрежем и поменяем нить на черную заменили нить отрезали перышко и теперь нам необходимо совсем немножечко нанести капельку клея на то место где мы будем изготавливать крыло я отрезал совсем небольшой вот такой вот пучочек чисто символически меха песца как обычно промазываю торец меха проследим чтобы у нас было строго сверху и укладываю наше крыло сперва слабенькими виточками а потом посильнее 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 доходим до места где на нас закрепили наше перо длина нашего хвостика должна быть или же вровень нашего загиба или по хвостик можно немножечко длиннее как вам будет удобно необходимо нам с вами добавить парочку блестящих элементов я подготовил голографический люрекс плоский ну тот который был у меня есть у вас допустим другие какие-либо элементы пожалуйста можно использовать любой материал который вы захотите парочку я добавляю с одной стороны переламываю и креплю с другой стороны отрезаем подровняли остатки удаляем теперь нам остается с вами изготовить головочку и вскрыть лаком нанесли капельку лака и наш вот такой стример который рассчитан для поимки хищника то есть щуки готов к работе материалы можете подбирать для себя сами главное использовать сам вид как имеет у нас стример благодарю вас за внимание до скорых встреч